С виду кажется, что в этой процедуре нет ничего сложного, но за каждой чашечкой свежесваренного кофе у Ивана стоит трудозатратный процесс. Под конец дня бывает и рук не поднять. Перед тем, как готовить непосредственно кофе, его нужно утрамбовать. Эту операцию я проделываю, наверное, около 100 раз в день, и каждый раз им нужно прилагать давление около 20 кг, 20-23. Поэтому о возможных проблемах с запястьем я не по наслычке знаю. Причем вся нагрузка у Вани ложится на одну из кистей – основную рабочую руку. К сожалению, чтобы получить травму запястья, не обязательно варить кофе. Тягать грифы, активно жестикулировать, играть на инструментах, печатать и еще раз печатать. Угрозе так называемого туннельного синдрома подвержены многие из нас. Чаще всего те, кто даже не догадывается о существовании такого заболевания. Туннельный синдром развивается вследствие сдавления нервных окончаний в анатомических структурах, которые образуют вот эти вот туннели. Туннельный синдром развивается в абсолютно любой части тела, но в кисти он развивается чаще всего вследствие того, что все-таки руки у нас больше подвержены какой-то физической работе. Особенно у молодых лиц. Не обошла стороной угроза и тех, кто злоупотребляет современными технологиями. Для таких даже есть особый термин – синдром смартфонного пальца. Да и наша редакция попала в группу риска. Слишком уж много времени мы проводим за компьютером. Каким же последствиям нас может привести туннельный синдром и возможно ли его вылечить? При возникновении боли необходимо, конечно, сразу обратиться к доктору. Лечение медикаментозное назначает доктор, который включает в себя противовоспалительные, противоболевые мероприятия. Если не лечить туннельный синдром, это может привести к атрофии мышцы. Уже рука не сможет выполнять те действия, которые ей предназначены природой. Обеспокоившись серьезностью последствий, мы попросили человека, регулярно подвергающего себя опасности, провести краткий инструктаж. Итак, меры профилактики. Чтобы снять напряжение, мы можем сжимать и разжимать кулаки, прилагая усилия вращаемыми. Затем можно складывать руки вместе в замок и вниз тянуть кисти. Но опять же нужно прилагать усилия, а не просто так двигать руками. Можно вот так вот складывать ладони и разводить их, пытаться. Ну и в конце можно все это стряхнуть с себя и расслабить руки и продолжать работать. Для профилактики можно использовать эластичный бинт. Он помогает не избежать каких-то болевых ощущений. Оказалось, что в зарядке для запястья ничего сложного. Достаточно выделить на это лишь пять минут в течение рабочего дня. А привычки эсэмэситься и вовсе свести к нулю. Тогда и руки целы, и общение разнообразней. А давай просто встретимся. Продолжение следует...